Здравствуйте, уважаемые зрители, любители выращивать виноград. Я нахожусь сегодня в селе Мачухи Полтавского района Полтавской области, в гостях у Василия Евдокимовича Якушенко. И вот к нему поступают звонки, а мне также вопросы поступают в комментариях и на электронную почту, можно ли начинать обрезку, когда начинать обрезку винограда. Так вот, на эти вопросы ответит Василий Евдокимович. Итак, обрезка винограда осенью, предварительная. Пожалуйста, Василий Евдокимович, вам слово, маэстро. Здравствуйте, уважаемые виноградари. Ко мне в последнее время много звонят начинающих виноградарей и спрашивают, не пора ли обрезать виноград. Обычно виноград обрезают тогда, когда попало листье. Это или естественный листопад, вот, или заморозок, убил листья. В этом году, вот, середина октября, а листья на виноградниках еще есть. Что делать? У меня есть свой метод. Возможно, это и не мой метод, вот. Но я в таких случаях, чтобы потом, когда нужно уже обрезать и виноград на зиму укрывать, часто не хватает времени. Поэтому в это время неплохо сделать предварительную обрезку. Что это такое? Вот Вы посмотрите, вот этот куст предварительно обрезан. Здесь нет слабых побегов, нет невызревших побегов. Здесь обломаны все пасынки, нет пасынок никаких, потому что летом обламывать пасынки нельзя. Их просто обрезают. О, сейчас Вы можете его выломать, вот, и ничего страшного не будет. Вы оставляете только лозу, из которой заготовлять будете черенки для выращивания саженцев. Вот. И окончательную обрезку делаете. Это быстро потом. О, и просто. Вот это предварительно куст обрезан. А вот смотрите, на этой стороне я еще не успел. Вот видите, какие здесь джунгли. Вот побег растет, видите, лоза зеленая. Значит, нужно его обязательно обрезать. Он уже не нужен. И посмотреть там слабые побеги, которые Вы не будете использовать для черенков. Вот пасынки. Они легко обламываются, видите как. Вот так нужно обломать верхнюю часть, которая не нужна для использования. Даже вот так вот обрезать. Вот это все убрать. Тогда, где-то в начале ноября месяца, когда начнутся фермы и приморозки, Вам будет намного меньше работы. Поэтому я советую сделать так называемую предварительную обрезку и подготовку. Вот так. Вот видите, все обломано. Оно вот так Вы обрезали и пусть оно ожидает своего времени. Тогда Вы быстро справитесь с обрезкой. А вот если вот оно, вот видите, а у Вас 200 кустов. Работы здесь будет много. Вот видите, вот этот, вот невызревший пудрик. Вы его обрезаете. В дальнейшем там нужно будет посмотреть. Может он и вообще не нужен. Но Вы пока вот так. И вот пасынки. Они легко выламываются. Если летом выламывать их так нельзя. Нужно обрезать. То сейчас Вы можете его вот так свободно выламывать. И тогда Вам будет меньше работы. Вот. А здесь время такое, что сегодня тепло, тихо. А завтра мороз. И в такое время уже может быть и снег. Так что я думаю, что это стоит сделать. Василий Докимич, ну вот это Вас сейчас, нас, как говорится, Бог миловал таким сильным заморозком. Листья целые. Но у многих уже мороз листья все побило. Они все посохли и опали. Вот. Им как? Только предварительную обрезку сейчас сделать? Или окончательно? Им окончательную обрезку. О какой предварительной обрезке речь идет? Вот. Если листьев нет, значит можно обрезать. Тем более, если много кустов, с этим делом нужно спешить. О, не спешат тогда, когда здоровый лист. Ну, считается, что в этот период лист еще отдает какое-то питание в побег. Хотя вряд ли вот такой лист что-то отдаст. Ну, может, некоторые еще кто-то ее отдают. Но тут проблема не в этом. Проблема в том, что заготовка черенков обычно желательно, чтобы... Как можно позже тогда. Как можно позже. И после первых небольших заморозков, 2-3 градуса, чтобы побег был в состоянии покоя. Тогда обрезать желательно. И заготовка черенков в это время делается. А обрезать, если листьев нет, нужно обрезать и все готовить к укрытию. Потому что погода баловать иногда не будет до Нового года. Вот. Туда-сюда, тогда быстрее. Нужно всегда стараться идти впереди. Вот. И стараться есть время. Вот. Вот это все же можно сделать. Вот видите. Ну, я уже много сделал. А вот это пол... Одна сторона ряда вот осталась. Вот. Планирую его быстренько вот так. И все, что не нужно, вверх обрезать. Вот. И пусть оно так будет. Потому что... У вас остался там только с той стороны шпалеры там. Один ряд, да. И вот этот ряд. И во дворе там. Еще осталось. Еще работа есть, да? Работа есть. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Если кому-то понравится такой вариант, применяйте. Он вот его стоит. Вреда для куста здесь никакого нет. Лися, что остались, может еще принесут какую-то пользу. Зато со временем будет меньше работы. Хорошо. Спасибо, Василий Евдокимович. Спасибо всем, кто смотрел. Я думаю, те, кто спрашивали, получили. А кто, может быть, стеснялся спросить, получили ответ на этот вопрос. Потому что и мне в комментариях на электронную почту приходили такие вопросы. Пора ли его обрезать. Все зависит от ситуации. Но предварительную отрезку, если листья еще есть, надо делать. В любом случае. Просто зеленые побеги, они уже не вызревают. Потому что это зеленое. Вот видите, я так обрезал. А можно и больше обрезать. Он не вызревает уже никогда. Значит, лучше его сразу обрезать. Тем более, что после мороза вот эти зеленые побеги приобретают цвет, похожий на вызревшую лозу. И тогда чаще виноградарь в затруднении. Это слуховызревший побег. Вот. Или вызревший. Вот он. Сейчас мороза не было. Его видно, что он зеленый. Под морозчик ударить. И граница, именно граница видна. Да. Под морозчик ударить. Он будет похожий на вызревшую лозу. И вы можете оставить его, допустим, на сучок замещения или плодовую стрелку. Вот. А оно не годится. Потому что все, что не вызрело, все нужно вырезать. Оно абсолютно бесполезно. Так. Хорошо. Еще раз спасибо, Василий Докимович. Спасибо всем. Всем здоровья, щедрых урожаев. И до встречи в следующих видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok